Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Собственно, последний день текущей пятидневки. Я предлагаю немного резумировать весь тот фонд, с которым мы работали в ходе этих пяти дней. И еще также обращаю ваше внимание на то, что у нас есть еще несколько отчетов под самый конец текущей торговой сессии. Этот отчет будет интересен тем, кто следит за рынком нефти, потому что в 20.00 по московскому времени выйдет отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Мы за этой статистикой следим. Вот уже которую неделю подряд затяжной тренд из 20, уже по сути, даже не сомневаюсь, 22 недель подряд, когда количество буровых увеличивается. И, соответственно, рост терминалов позволяет нам рассчитывать на то, что будут расти и объемы добычи, а значит, США сохранят собой роль того самого региона, подрывника спокойствия, который снижает эффективность всех усилий стран ОПЕК и других регионов, поддержавших инвалидические пакты. Собственно, на этот отчет обязательно сегодня нужно будет обратить внимание. И еще статистика, которая важна на текущий момент, это данные по инфляции в еврозоне. Почему важна сейчас? Поскольку буквально неделю назад мы с вами следили за выступлением Драги, руководителя-председателя, соответственно, ЕЦБ, и мы помним то, что его комментарии были направлены на сохранение необходимости, собственно, того, чтобы продолжать мягкую экономическую политику, поскольку еврозона в ней, как и всегда, сейчас очень нуждается. Соответственно, единственное, что может снова вернуть спекуляции на рынок о том, что евро имеет причины для фундаментального роста, поскольку ЕЦБ может осмотреть возможность ужесточения политики, это высокие значения индекса потребительских цен. Но этих высоких значений еврозоне в ближайшие месяцы не видать как на своих ушей. И сегодня я не сомневаюсь также, что по базовому индикатору, который не учитывает цены на продовольственные товары и цены на энергоносители, мы увидим еще более низкое значение, чем в прошлый раз. То есть об этом релизе мы также поговорим. Ну, начнем мы, как и всегда, с рынка нефти, тем более, что здесь мне снова лишь приходится констатировать то, что медведи по-прежнему очень сильны, именно они доминируют на рынке и, соответственно, снижают этот актив все ниже и ниже. Мы уже буквально на расстоянии вытянутой руки находимся от нашей заветной поддержки по бренду 45 долларов за пароль. И я думаю, что если сегодняшняя статистика Бейкер-Хьюса нас не подведет, то мы получим, если уж не точно реализованный прям сигнал того, что нефть просядет к этой планке, то, по крайней мере, будем наблюдать сохранение коррекционного импульса уже с открытия следующей недели. Ну, разумеется, о следующей пятидневке мы поговорим с вами в понедельник. Сейчас давайте все-таки резюмировать тот новостной конст, с которым мы работали. Сам факт того, что даже сейчас котировки нефти продолжают находиться на минимальных значениях за последние семь месяцев, указывает на то, что мы лицезреем самый настоящий, упорно развивающийся, нисходящий тренд. Я думаю, то, что снижение нефти уже переведило покупателей, которые еще верили, что этот актив может акклиматься. И, соответственно, верить в то, что усилия ОПЕК смогут привести хоть к какому-то положительному эффекту в плане балансировки рынка. Но я настойчиво, со своей точки зрения, даю вам субъективную картину того, что происходит. И надеюсь, что те аргументы, которые мне приходится использовать на основании тех новостей, которые я вижу, которые я нахожу, они имеют вес для вас и повлияли на решение многих, как торговать нефть. И очень надеюсь, что вы присоединились к моей позиции, встали в цел, потому что нефть уже очень сильно просела, и вы уже должны были получить хороший профит. Вчерашняя торговая сессия. Еще одно доказательство того, что медведи пока не собираются даже локально наступать позиции БК. Основная идея, которую продолжают отыгрывать, это сохранение высоких показателей нефтедобычи в США, сохранение самого настоящего также тренда, роста, предложения, которые и снижают эффективность сделки стран ближневосточного коктейля и других регионов, которые поддержали эту инициативу по ограничению производства. И все сейчас понимают то, что вот эти, опять же, тенденции роста, которые я обозначил, это не просто тот фактор, который отчасти нейтрализует действия ОПЕК. Это практически непреодоримое препятствие. И как только в этом убеждается все большее количество трейдеров, разумеется, на рынке оказывается больше ликвидности денег, и позиция медведя становится прочнее, и мы видим периодические импульсы, которые толкают, продавливают актив все ниже и ниже. Эта неделя интересна еще тем, что мы могли оценить последние доклады от администрации на этической информации, от Международного и на этического агентства и еще от ОПЕК. Ну, в целом я повторяться не буду, вы помните, надеюсь, те цифры, которые уже были озвучены. Если интересует, еще раз можете пересмотреть последние бриллинги. Но в качестве новых новостей хочу отметить то, что администрация аналитической информации пересмотрела прогнозы по росту добычи в США. И здесь на контрасте прям обращаю ваше внимание на цифры, потому что последний прогноз уже подразумевает возможности роста увеличения нефтепроизводства в Штатах на 500 тысяч баррелей в сутки к текущим объемам до конца этого года. И этот прогноз очень сильно контрастирует, к примеру, с теми значениями, которые мы видели в конце прошлого года. Вот тогда администрация аналитической информации прогнозировала то, что никакого прироста не будет. И более того, производство нефти может просесть примерно на 80-100 тысяч баррелей в сутки. Сейчас, соответственно, показатель уже изменен в 6 раз. На положительную территорию мы вывели эту статистику. Но это даже скромная оценка, потому что если посмотреть, какого мнения тот же самый ОПЕК по объему добычи нефти в США, они считают то, что есть все основания полагать, что объем производства вырастет на 1 миллион. И вот это вот уже, кстати, более-менее приближенная, опять же, оценка к реальности. Потому что с начала этого года производство нефти в США выросло на 600 тысяч баррелей в сутки. И обращая внимание на те цифры, которые мы с вами анализируем каждую неделю по запасам нефти, по росту числа нефтяных терминалов, это как раз и есть те самые первопричины, факторы, основания, на которых и базируются вот эти пересмотренные прогнозы. Мы, кстати, стали разделять это гораздо раньше, прежде чем услышали официальные оценки от столь влиятельных ведомств. И я надеюсь, что вы все-таки не проигнорировали те прогнозы, которые я давал, и те выводы, на которые я обращал ваше внимание. Плюс ко всему, друзья, я хочу еще отметить то, что Международное инвестиционное агентство это вот последний, скажем, институт, на который мы обращали внимание. Собственно, вчера мы активно говорили про обзоры, отчеты и доклад. Согласно их видению ситуации, ожидается то, что рост предложения будет сохранен в рамках этого года. Проблема с перепроизводством не будет решена в следующем году, друзья. Рост производства будет настолько существенным, что серьезно превзойдет и, в принципе, будет опережать показатели спроса со стороны мировой экономики. Это при том, что в 2018 году ожидается то, что спрос со стороны мировой экономики может составить 100 миллионов баррелей в сутки. Все равно, друзья, это не та цифра, которая сможет компенсировать рост предложения. Аппетита на всю производимую нефть явно не найдется. И вот мне особо понравился прогноз, который, наверное, точно попал в яблочко. Это в Штатах будет добываться больше 10,5 миллионов баррелей нефти в 2018 году. Если вас интересует, что это цифра, значит, я рекомендую прямо зайти на Википедию, посмотреть, какие сейчас регионы и страны делят топ-3 по производству. Вы сможете увидеть, что с таким показателем Штаты будут претендовать не то, чтобы подтеснить, к примеру, Саудовскую Аравию, ведущего производителя, ну и вообще оказаться в топе по, соответственно, выработке черного золота. И снова я возвращаю вас к простому, логическому и, на самом деле, риторическому вопросу, то есть вопросу, который не требует ответа. Как вы думаете, что будет происходить с нефтью, когда мы работаем с такими цифрами? Мы понимаем то, что перепроизводство будет только усиливаться. Даже на текущий момент предложение больше, чем на 300 миллионов баррелей превосходит среднее значение за последние 5 лет. А если будут реализованы вот эти все мрачные для покупателей и крайне позитивные для продавцов прогнозы, тогда котировки нефти могут оказаться гораздо ниже 40 долларов за баррель. Но это, конечно же, только сейчас может быть избыточное ожидание, но все равно это ориентиры вниз, это ориентиры, благодаря которым мы просто обязаны сохранять прежние короткие позиции. Рубль 57.85. Вчера мы предположили то, что снижение цен на нефть может стать причиной, из-за которого эта валютная пара, то есть доллар-рубль, закроет день выше отметки 57.80. В принципе, наши ожидания были оправданы. Но согласитесь, это с учетом текущих цен на нефть. Довольно скромные котировки. Хочется видеть рубль в гораздо большей просадке и хочется видеть сейчас доллар поподрее, потому что ФРС поднял процентные ставки и ФРС создал все условия для того, чтобы американская валюта пользовалась этим чрезмерным, на мой взгляд, фундаментальным позитивом, которым пока она пользовалась, не торопится. Но в любом случае, каждый раз, когда мы стараемся определить наиболее вероятное поведение актива, рубля против доллара, да и против евро, мы все-таки пляшем не от того, что происходит в еврозоне и в США, а от того, что происходит с ценами на нефть. А здесь я уже отметил медвежий прогноз и, соответственно, лишь повторяю то, что наша с вами цель – это закрепление пары выше 58. До этого уровня остаются всего лишь 15 копеек, рубль может пройти за считанные секунды. Доллар японская иена. Вчера, безусловно, день после торговой сессии среды, когда ФРС, как регулятор США, приняла решение о повышении ставок по какосрочным федеральным фондам, в данном случае в соответствии с ожиданиями ставку повысили на 25 позитивных пунктов, ФРС действительно, как и обещал, после довольна. Длительные паузы вернулся на тропу более жесткой монетарной политики. Первоначальные ожидания раскручивались как спираль, собственно, и к самому заседанию мы подошли стопроцентными вероятностями того, что именно такое решение по ставкам и будет принято. Поэтому по факту регулятор нас ни грамм, ничуть не разочаровал. Большое спасибо хотя бы Федеральной резервной системе. Трампу мы спасибо сказать не можем, поскольку он по-прежнему тянет резину и никак не может дать вот тот самый, опять же, ориентир для нас в виде бюджетных и налоговых рекордов. Нам пока приходится работать с тем, что есть на рынке. И Федеральная резервная система, помимо того, что подняла ставку, пересмотрела еще на положительную сторону с положительными изменениями прогнозов по экономическому росту и по уровню безработицы, это тоже в соответствии с ожиданиями. Ну и те, кто ориентировался ни на ставку, ни на прогнозы, а следил за тем, что будет происходить с балансом ФРС, тоже получили, собственно, свой кусок пирога, поскольку им Джанет Йеллен сообщила о том, что постепенно ФРС будет сокращать баланс, который на текущий момент составляет 4,5 триллиона долларов. Да, очень весомая, конечно же, цифра. Поэтому все, что хотел рынок услышать, услышал. Мы, соответственно, друзья, теперь начинаем понемногу готовиться к следующим заседаниям и тем, что будет происходить с монетарной политикой дальше. Но здесь особо мудрить также не советую, потому что сам ФРС уже подтвердил приверженность более жесткой монетарной политике. Нам остается только следить за отчетами. Кстати, статистика в целом-то по-прежнему очень неплохая. Если посмотрим на вчерашние релизы по заявкам на пособие по безработице, 237 тысяч обращений, а с прошлого 245 тысяч. Получается, что у нас 119-я неделя подряд, когда показатель держится ниже 300 тысяч. И снова напоминаю вам то, что это самый восстановительный тренд, самый лучший тренд с 1970 года. И текущее десятилетие для американского рынка труда, одно из самых лучших вообще за всю историю. Поэтому и ФРС так позитивно настроена в отношении будущих показателей по уровню безработицы, зная то, что ситуация, скорее всего, продолжит прогрессировать и дальше. Промышленное производство осталось на прежнем значении без изменения. Нулевой прирост. Но, согласитесь, это не статистика со знаком минус. Поэтому здесь в целом можно сказать, что тоже отчет неплохой. Дальше. Как торгуем американской валютой против иена? Сегодня, кстати, утром, буквально несколько часов назад прошло заседание Банка Японии. Основные параметры тоже денежно-кредитной политики без изменений. И ставки, и ставки по не только финансированию по депозитам, объем программы количественного смягчения, да и, в принципе, планы того, что планируется делать дальше. Ни грамма никаких изменений. Поэтому такой, собственно, итог заседания мы можем использовать как еще на подтверждение того, что японские власти, в принципе, больше заинтересованы сейчас в ослаблении курса национальной валюты. И если еще резюмировать будем с тем, что происходит с долларом, тогда доллар и японская иена. Вот с текущих котировок на данный момент мы видим 111.15. Напомню, что лоу, несколько дней назад, который был зафиксирован, находился на отметке 108.81. То есть больше уже двух фигур доллар отвоевал у японской валюты. И я надеюсь, что это не просто так. Это как раз и есть реакция, пусть и с некоторым временным лагом, но на то, что было озвучено федеральной зерной системой. Поэтому, друзья, давайте покупать американца против иены дальше. Наша с вами цель не меняется. 114-115 иен против доллара. Надеюсь, что в ближайшие недели мы сможем до нее добраться. Пока нет никаких катаклизмов, геополитических форс-мажоров. Нужно пользоваться текущей ситуацией и нужно покупать доллар, когда он реально растет. Европейская валюта. Здесь я в двух словах уже в начале брифинга отметил то, что у нас в центре внимания данные по базовой инфляции. Сегодня в 12.00 выйдет этот отчет по московскому времени. Параллельно еще выйдет статистика по общему показателю инфляции. Но на нее можно не обращать внимания. Нас интересует значение без учета ценной энергоносителей и продовольственной товара. Потому что это самый чистый, самый, на мой взгляд, объективный, прозрачный индикатор потребительской активности. Если сегодня мы увидим просадку по индексу снова, тогда европейская валюта, скорее всего, продолжит снижаться. Но даже текущее снижение, вот котировки 1.11.46, это все равно не причина, из-за которой нужно косрочно также разворачиваться в сел. Поскольку я все-таки снова акцентирую ваше внимание на важности такого понятия, как рыночное настроение, сейчас рыночное настроение ни граммы не изменились по сравнению с тем, что было вчера. То есть по-прежнему доминирующая позиция – это сел. И в связи с этим я допускаю то, что евро может еще сходить даже в район 1.13.50. То есть, как косочно, нужно пока подержаться подальше от коротких позиций. Ну и больше акцента, конечно же, хотелось сделать на британскую валюту, потому что фунт, безусловно, хоть и остается одним из самых интересных активов с точки зрения фундамента, но это явно безидейная пока по реальным изменениям курса валютная пара. Потому что волатильность, мы видим, очень большая. Фунт против доллара может легко за день, внутри дня прибавить 100 фунтов и тут же растерять. Это последние дни точно доказывают. И, в принципе, закрытие происходит даже с учетом насыщенного новостного дня на тех же самых уровнях, с которых мы стартуем торговую сессию. Вот вчерашний день явное тому подтверждение. Сейчас котировки у нас 1.2767. И, подводя итоги вчерашнего дня, супер четверга для Англии, как я говорил, ставка осталась на прежнем уровне 0.25%, объем выкупа активов 435 миллиардов фунтов. Почему британец отреагировал ростом в моменте на 100 пунктов на те итоги, которые были подведены постфактум уже заседания? Дело в том, что произошло резкое изменение в силе, опять же, голосов, позиции голосов, голосующих членов, которые высказываются относительно будущего вектора политики. То есть традиционных 8. Если мы обратим внимание на заседание не вчерашнего дня, а прошлого месяца, вы помните то, что 7 из голосующих членов, представителей Банка Англии проголосовали за то, что ставку не нужно повышать. Вчера баланс сил изменился, и уже трое, а не один, проголосовали за то, что ставку нужно повысить. Это Фокс, Макаферти и Сондерс. Ну, друзья, да, первоначальная реакция была позитивной, поскольку кто-то поверил, что Банк Англии может выйти на повышение процентной ставки. Но мне кажется, крайне недальновидно сейчас рассуждать о том, готова ли английская экономика к росту процентных ставок, с учетом той политической неопределенности, с которой ей пришлось столкнуться, и той макроэкономической слабостью, которую сейчас характеризует этот регион. То есть повышать ставку только потому, что растет инфляция, мне кажется, это глупо, хотя я могу заблуждаться. Но, с другой стороны, большинство, в принципе, из голосующих членов разделяют мою позицию, и в связи с этим я делаю вывод о том, что мое видение рынка, оно также имеет место быть. Я не советую, опять же, ставить на вот этот союз из трех голосующих членов, якобы, что они смогут переубедить и оставшихся, потому что ставку нужно повысить. Почему? Потому что прошлое, вчерашнее голосование, кстати, для Хоббса было последним, поэтому уже можно сказать то, что за повышение процентной ставки выступают не трое, а двое. И я уверен то, что дальнейший рост инкса потребительских цен все-таки заставит их поменять свое решение, точку зрения, потому что рост инфляции – это то, что оказывает серьезное давление на потребительскую активность, если еще и создать условия более жестких заимствований на внутреннем рынке. Для экономики будет только хуже. По инфляции негативный медвежий знак заключается в том, что сам Банк Англии вчера подтвердил, что ожидает не просто сохранение тенденции роста инкса потребительских цен, а уже смирился с тем фактом, что инфляция вышла за пределы установленных ранее целей. Она достигла критических уровней и фактически сейчас неконтролируемых. Осенью инфляция может составить 3%, параллельно с этим будут снижаться темпы роста доходов. Это как раз, друзья, то, о чем я вам говорил еще несколько месяцев назад. И сейчас мы получаем подтверждение этого от непосредственно самого руководства Банка Англии. Дальше, за чем мы следим? Конечно же, за последующими макроэкономическими отсчетами. Вот, кстати, чуть не упустил роничные продажи. Вчера также индикатор потребительской активности Англии. Но я думаю, что вы сами все прекрасно видели. Статистика, ну, хуже нет. Это худшее значение за последние несколько лет. В месячном мы увидели просадку на 1,2%, в годовом свалились с прироста в 4,2% до 0,9%. То есть, с такими темпами в годовом урожении роничные продажи окажутся на отрицательной территории. 19 июня. Следующая важная дата. То есть, это, получается, понедельник. Почему? Потому что в этот день начинаются переговоры по Брэкзиту. Правительство по-прежнему в таком подвешенном состоянии. Хоть и есть сообщения о сформированном коллекционном правительстве и большинстве, я думаю, что не все так просто и гладко. Многие положения придется пересмотреть. Давайте наблюдать за трудностями вот этого процесса, выхода Англии из состава Европейского Союза. Уверен то, что, как и было ранее анонсировано, вся процедура будет очень жесткой. А в связи с этим я, как и ранее, крайне не рекомендую вам делать ставку на покупки британца. Лучше сохранять прежние короткие позиции и ориентироваться на наш старый добрый рубеж. Поддержка 1.25. Доллар-франк. Друзья, еще пару слов. Почему сейчас эта валютная пара интересна? Потому что вчера состоялось заседание Национального банка Швейцарии. Я вам рекомендовал покупать пару долларов против франка, поскольку мы наверняка услышим заявление о том, что франк переоценен, о том, что швейцарский банк готов и снижать процентные ставки, и задействовать альтернативные другие инструменты, сохранять сверхмягкий подход к монетарной политике. Все для того, чтобы отвалить трейдеров от перевода капиталов во франк. Ровно то же самое, что я обозначил, но услышали вчера от Национального банка Швейцарии. Слово в слово. Это такие шаблонные фразы-клише. Национальный банк Швейцарии не хочет видеть дорогую валюту, и то, что были пересмотрены в худшую сторону прогнозы по экономическому росту, еще один сигнал того, что в случае появления на рынке очередного форс-мажора, за которого трейдеры начнут вводить капиталы в защитные гавани, в йену, в золото, в облигации и, соответственно, в франке Национальный банк Швейцарии начнет проводить активные валютные интервенции. Доллар-франк уже восстанавливается. Вот с моей вчерашней рекомендацией пара прибавила больше 50 пунктов, но это только на цветочки, друзья. Ягодки еще впереди, потому что мы ждем проритетного значения. Сейчас уровень довольно скромный, 0,9750. Если вы не воспользовались рекомендацией вчера, у вас есть возможность сделать это сегодня, присоединиться к этой сделке и ждать, что мы непременно доберемся до паритетного значения. Золото из-за слабого доллара снижается. Пока что мы по-прежнему держимся выше 1550 долларов за тройскую умницу. Если пойдет эта поддержка, уже будем искать уровень для продажи. Я американский фондовый рынок. Здесь все суперски для нас складывается, потому что американская фондовая секция на подъеме, как я и говорил, особого негатива от роста процентных ставок не последовало. 2435 пунктов это для индекса S&P. Цель 2450. Ближайшая цель. Коснемся этого уровня. Думаю, что следующая неделя вполне реальна для этого. И покинем на некоторое время расположение вот этого раздутого пузыря в виде всей американской фондовой секции. Из отчетов сегодняшнего дня в 12.00 через два часа следим за инфляцией в еврозоне. В 20.00 статистика Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Это то, что повлияет на котировки нефти. Собственно, друзья, на этом все. Надеюсь, что вы смогли провести не одну прибыльную сделку на этой неделе. Если вы относите себя к категории долгосрочных трейдеров и являетесь таковыми, сохраняем прежние прогнозы, взгляды, тем более, что они в рамках этих пяти дней получили еще больше, скажем, шансов на дальнейшую реализацию. Мы движемся на пути восстановления доллара. Мы ждем слабости евро и ждем вала британцев. Все пока к этому и идет. Друзья, хороших вам выходных. Не растеряйте, пожалуйста, положительное расположение духа, позитивный настрой, потому что на следующей неделе, разумеется, мне снова понадобятся все ваши силы, которыми непременно нужно будет пользоваться. Об основных отчетах пятидневки мы, разумеется, поговорим прямо в понедельник. Для тех, кто не сможет посетить, собственно, брифинг в прямом эфире, вам будет доступна запись на канале на YouTube. Ну и, конечно же, приглашаю всех на традиционный вебинар, который состоится, как и всегда, в 16.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.